Здравствуйте, меня зовут Рапсу Наталья, я врач, кандидат медицинских наук, а по специальности педиатр, иммунолог, аллерголог и кардиолог. Содержание кальция в организме составляет около одного килограмма и содержится он в основном в костях, где выполняет задачу укрепления скелета, который нас с вами поддерживает. И до 25 лет он там и накапливается, но после 35 лет, даже если вы здоровы, он, к сожалению, начинает обратный ход. Из костей вымывается в кровь и выводится. И причем такими темпами, что к 70 годам организм теряет примерно около 30% кальция. И то это если вы не женщина. Потому что если вы женщина, то этот процент и скорость его потери будут гораздо больше. Потому что в какой-то момент перестает синтезироваться эстроген, тот гормон, который очень активно задействован в процессе обмена кальция. И самое неприятное, к чему приводит дефицит кальция, это остеопороз с его спонтанными переломами, в том числе шейки бедра. Не могу не упомянуть, что остеопороз занимает 4 место в структуре причин смертности и заболеваемости. Но заподозрить дефицит кальция нужно как можно раньше. Например, по таким признакам. Если у вас болят кости, и вы можете про себя сказать, что что-то ломит спину или выкручивают ноги и руки. Если у вас появилась некая сгорбенность и покатость плеч. Если у вас появилась повышенная чувствительность зубов, а врач-стоматолог даже сказал, что у вас породонтоз. Или, например, если у вас появилась ранняя седина или ломкость и расслоение ногтей и волос. Вы исполняете дефицит кальция, который вы заподозрили либо по тем симптомам, которые я упомянула, либо по наличию факторов риска, которые могут привести к его дефициту с помощью продукта теньши с высоким содержанием кальция. Он содержит не только ферментированный костный кальций, а еще и ряд витаминов, среди которых витамин D3, являющийся союзником. Коэффициент усвоения кальция достигает 95 процентов, в том числе за счет создания нейтрального ПАЖ, чего вы никогда не увидите при приеме других пищевых добавок. Принимайте теньши с высоким содержанием кальция в одному пакетику два раза в день.